Присоединяем к нашему эфиру Сергея Гармаша, журналиста и президента Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Сергей, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вы смотрели тоже с нами сюжет, обратили внимание на выступления всех вот этих российских чиновников, да и простых жителей. Они называют население Донбасса жители Донбасса. Вот эту формулировку они использовали еще до начала освобождения жителей Донбасса, так они придерживаются ее и сейчас. Как вам кажется, не является ли это маркером все-таки отношения к этим людям, как к россиянам, даже не россиянам, а просто людям второго-третьего сорта? Ну, мне трудно судить об этом слое, потому что в России есть и жители других регионов. Недорогие россияне, недорогие соотечественники, ни разу, ни у кого не... Я давно обратил внимание на вот эту формулировку «жители Донбасса», которых они там когда-то постоянно считают, что их нужно спасать. Я думаю, вы правы в том, что даже по другим показателям, потому что я просто напомню, что до сих пор почему-то существует КПП на границе так называемой ДНР и ЛНР с Ростовской областью. Уже вот они 500 дней празднуют, а КПП все еще существует, есть проблемы. То есть масса проблем, скажем так, которая все-таки отличает жителей Донбасса от жителей, коренных жителей, скажем так, реальной настоящей России, Российской Федерации. Более того, вот действительно сейчас многие уже не празднуют на самом деле. И даже многие мне сообщают сейчас, вот из Донецка, особенно из Луганска, что ситуация изменилась по сравнению с прошлым годом. Люди это замечают, причем, ну не скажу, что прям люди сильно патриотично настроены к Украине, обычные обыватели. Мне говорят, что в прошлом году перед выборами всем подряд, все, кто написал заявление, давали единое пособие 10 тысяч путинских, так называемых. В этом году уже никому не дают, извините. Хотя выборы на носу, да, и люди рассчитывали на это, но они приходят с заявлениями своими, говорят, они же уже все, скажем, учтены, да, у них уже все они там госресурсы эти на этом портале зарегистрированы, да, они уже все с НИЛСы имеют. То есть налоговые обязательства. Им говорят, что у вас квартира там превышает по размерам нормы, то есть вам не положено. Или у вас там общий заработок членов семьи, там пенсии, вам не положено. То есть, ну фактически пряники закончили. И люди это уже понимают и ощущают. Что они получили, скажем, да, действительно были надежды. Ну, когда была аннексия, когда проходили эти референдумы, они надеялись на то, что хотя бы война закончится. Потому что Великая Россия, скажем, ну, они-то смотрели на нее, да, и думали, что будет как в Крыму, вот она их присоединит. И все, и никто не рыпнется против Великой России. А тут война не просто закончится, она продолжается, и она усиливается. И все больше людей в нее втягивается. И все меньше, скажем, ну, реальной жизни на этих территориях. Потому что одно население убито, другое уехало. А промышленности-то нет. Ну, нет, не то, что я утрирую, а в прямом смысле ее нет просто. Из-за различных причин там, из-за отсутствия кадров, из-за разрыва технологической связи, из-за невыгодности поставки сырья с территории России на оккупированные территории, да, из-за, ну, скажем так, амортизации технической этих заводов. Из-за того, что многие заводы вывозили на территорию Российской Федерации, мы это тоже прекрасно знаем. Это, к слову, о планах на этот регион, о развитии этого региона. О развитии инфраструктуры, вот, ну, фактически уже 10 лет, да. Сначала не делалось, потому что думали, всучат через Минские соглашения эти регионы Украины. И чем хуже там, тем лучше для России. А потом война началась. И сейчас уже и Россия, извините, тоже свои деньги считает. Путин-то рассказывает, что у них рост ВВП, да, первая экономика в Европе. Но за счет снаряды и танки, которые действительно сейчас массово, их не едят. То есть люди, это не влияет на покупательскую способность. Россия реально считает деньги. И деньги уже просто так на оккупированных территориях не выдают, даже перед выборами, как мы видим. Переставка делается, скажем, на принуждение, фактически. Поэтому, ну, праздновать, опять же, я обращаю просто внимание, праздновали-то не в Донецке и не в Луганске. Праздновали в Москве на выставке, на ВДНХ, выставка «Россия», возле даже не павильона, а стенда, так называемой ДНР. То есть москвичи праздновали, которые пришли туда, не знаю, торта поесть или там мороженое. Ну, то есть мне трудно сказать, что они там делают, я там не был. Но праздновали не дончане. В Донецке как раз вот 500 дней эта дата, ну, фактически осталась вот в информационном пространстве только вот благодаря, скажем, вот этому празднованию в Москве. Причем, знаете, я смотрел фоторепортаж в Донецке, так называемых, и, ну, меня радовало просто. И забавляло, как они пытаются переделать вообще всю историю, подогнать под себя. Там, в этой выставке в Москве, на ВДНХ сделали такой стенд, виртуальная карта Донбасса, называется «Сердце Донбасса». Вернее, извините, «Донбасс – сердце России». Да, и там идет перечень, значит, фотографии каких-то деятелей, ну, из которых я не всех знаю, хотя и сам мороженец, скажем, Донбасса, да. Ну, вот, что меня заинтересовало, там, с одной стороны, господи, Соловьяненко Анатолий, оперный певец, который пел в основном на украинском языке, и который 30 лет был солистом киевской оперы. Вот он, как-то его заперли в сердце России почему-то, да. А с другой стороны, с другого края Никита Хрущев, который, вообще-то, уроженец Курской области, ну, может, они считают, что Курская область – это Украина тоже, да, Донбасс. Вот они разместили Никиту Хрущева, который, как они говорят, размечал Сталина, да, ну, это действительно так, но это же плохо сейчас в нынешней России, считается. Сталин-то круче, да, будет же его наследовать. Он подарил, как они говорят, Украине Крым, но, тем не менее, его туда прилепили, и, ну, они не видят в этом проблемы, в принципе, потому что все можно трактовать сейчас как угодно. И даже вот выступление этого Карлсону, вернее, Путина Карлсону, ну, там столько аллогизмов, понимаете, столько противоречий, ну, вот это показывает вообще состояние вот той каши, скажем, которую сейчас российская пропаганда, ну, навязывает фактически жителям Донбасского региона, да. Ну, я просто одно только приведу, когда он рассказывает, что они начали войну с Украиной, чтобы остановить войну, которую Украина уже 8 лет вела, непонятно против кого, кстати, да, потому что Донбас-то, ну, даже если Украина вела войну, как Россия в свое время с Чечней, со своим же регионом, то это внутреннее тело Украины, что ты лезешь в него. Ну, и другой вопрос возникает, ну, а что ж ты раньше-то не аннексировал эту территорию, в 14-м году, как Крым, и не было бы никакой войны. Ну, вот проблема-то в том, что выгодно было, скажем, усиливать там конфронтацию, выгодно было российскому военторгу, как они тогда говорили, поставлять туда вооружение. Зачем же вы его поставляете? Вы сейчас кричите, что не давайте Западу, Украине оружие, и наступит мир. А зачем же вы, россияне, поставляли оружие, ну, фактически повстанцам, сепаратистам по вашим, ну, даже по вашим меркам, да, как они называли чеченских, скажем, ну, патриотов, фактически, которые упоролили за свою независимость, и которую, кстати, Россия-то признала независимость Чечни. Ну, официально признала, это же было. Они сейчас не хотят это помнить. Вот точно так же с историей Донбасса сейчас, вот понимаете, и Хрущев там, и Соловьяненко, ну, действительно, Соловьяненко хоть уроженец, действительно, а Хрущев вообще, как бы, ну, учился несколько лет в Донецке в институте. И все равно туда его приперли, потому что вот... Ну, вы правильно сказали, Путин такеру Карлсону показал, как он крутит историю, что дышлом, понимаете, точно так же его копируют и его приспешники. Поэтому вот такие вот парадоксы и казусы. По поводу Чечни тут нужно отметить, что чеченский народ, он существует, но нет никакого народа Донбасса, да, с которым мы начали этот разговор. Есть украинцы, в котором вторглись, которых поработили, ну, и что из этого вышло. Что, как отразилась вот эта легитимизация, так называемая, да, присоединением этих территорий к территориям Российской Федерации, вот на тех же жителях Донбасса? Они, неужели они стали пользоваться правами граждан Российской Федерации? Вы вспомнили про КПП с Ростовской областью, да? Могут ли они добраться дальше этого КПП? Могут ли они устроиться на работу в любом регионе Российской Федерации? Или действительно правы те эксперты, которые говорят, что их жизнь больше напоминает геноцид на сегодняшний день? Ну, я бы не сказал, что геноцид, по крайней мере, вот исходя из общения с людьми, которые там, во-первых, очень разные настроения в Донецке, которые на линии фронта, и в Луганске, которые далеко, скажем так, от линии фронта. И сейчас там действительно что-то отстраивается, выстраивается, то есть люди живут более спокойной жизнью, чем они жили прежде, в недо, как они сами называли, недореспублики, да? Поэтому они больше получили прав и возможностей, опять же. То есть Россия очень активно интегрирует этих людей, ну, всяческими методами, в первую очередь через молодежь, через школьников даже, да? Когда вот детей берут, вывозят в Российскую Федерацию, там на экскурсии просто, ну, они, представьте себе, из города, в котором нет ничего, да, они приезжают там в Москву или в Нижний, например, да, ну, где мирная жизнь, где есть какая-то инфраструктура. То есть детям там интересно, как минимум, они видят то, чего нет у них. Они-то не могут поехать сейчас в Украину и сравнить, что в Украине тоже есть, скажем, не знаю, аквапарки там и прочие блага цивилизации, да? Им может быть не меньше, чем в России, а в каких-то смыслах и больше, потому что можно выезжать, ну, можно было, да, до военного положения выезжать в Европу без листов. Опять же, детей заставляют, например, писать там сочинения или письма в поддержку воинов, да, которые защищают, как они говорят, Донбасс. Сейчас понятно, что эти письма на самом деле пишут родители, то есть вот через детей втягивают родителей туда. На всех производствах, особенно в бюджетной сфере, ну, вот преподаватели, да, их обязательно вывозят в Россию куда-нибудь, часто в Крым, кстати, для каких-то семинаров, где в основном люди, в принципе, не особо учатся, а больше общаются, отдыхают, то есть, опять же, вот таким образом их покупают, как бы. Ну, покупали, по крайней мере, посмотрим, что будет этим летом, с Крымом и со всем прочим. А вообще, вот политика вот такая, втягивание в обличение и выборы, кстати, вот, которые были и которые будут, это один из, ну, сильнейших элементов вот этой политики. Поэтому какие-то возможности появились, какие-то утрачены, но в основном главное, что утрачено, во-первых, это свобода, которая стала меньше по сравнению с Украиной, и они все это видят, и они говорят о жуткой бюрократизации российской, то есть, ты просто винтик. Сейчас у нас такого не было, как сейчас, в каждом усреждении, особенно бюджетном, ставятся камеры, фиксируется рабочее время, сколько человек провел, ну, людям это непривычно, они возмущаются даже этим. А во-вторых, ну, извините, все равно мир-то не появился, вот в чем проблема. И даже Луганск, который вроде дальше от линии фронта стал, все равно туда привозят, коллеги приезжают, да, все равно туда привозят трупы, которые нужно хоронить, то есть, это все равно война чувствуется. Ну, я уже не говорил о том, что время от времени-то прилетает и туда, да, то есть, людям не дают забывать. Хотя их уже, ну, трудно удивить, они уже ко многому привыкли. Поэтому, ну, пока что, вот, скажем, плюсы от аннексии России, этих территорий, все-таки, как бы, оттянуты в будущее, да, то есть, люди все-таки надеются, что будет больше покоя, что они будут жить в нормальном государстве, не в недореспубликах, как они называли ДНР и ВНР. Вот, что большая Россия, как им внушают, да, великая Россия, ядерная Россия, сможет их защитить и все прочее. Ну, то есть, вот этот эффект позитивный, который может быть, хотя вряд ли он будет, потому что мы видим тенденции в самой России, он оттянут во времени. Но, опять же, ну, извините, советская власть, да, людей, сколько, 70 лет водила за нос и говорила, что в 80-м году будет коммунизм. Коммунизм так и не настал, да, и в 90-м тоже не настал. Тем не менее, многие очень люди верили и действительно оплативали там разрушение Советского Союза. Вот сейчас люди хотят верить в что-то лучшее. Хотя, ну, некоторые, я все больше людей, количество больше, действительно, это, ну, мое субъективное мнение, но сейчас я в нем уверен, это не для телевизора я говорю, абсолютно искренне. Начинают, скажем, сомневаться в том, что происходит, и их уже это не радует. И этому есть объективные показатели, да, вот хотя бы то, что количество людей на прошлых выборах, пришедших на участки, было уже меньше, чем количество людей, которые якобы проголосовали на референдуме. А в этом году на выборах будет еще меньше. Это тенденция, ну, заметно тоже ощутимая, иначе бы они не начинали там давить на людей, запугивать и так далее. Ну, и опять же, меньше материалов, меньше пряников, да. А в России такая традиция, которая к россиянам в первую очередь относится, кстати, не только к первым территориям. Нет пряников, значит, больше кнута. Ну, да, конечно, кнут будет, Росгвардия уже переезжает на временно оккупированные территории в преддверии выборов, этих псевдовыборов Путина, его переназначения. Вы говорите о начале негативных отношений, да, к оккупантам на территории Донбасса. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы эти негативные настроения, они трансформировались в проукраинские позиции. Но что для этого нужно сделать, это тема, конечно, для другого, отдельного и большого, ну, важного разговора. Пока на сегодня все. Спасибо вам огромное. Сергей Гармаш, журналист и президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю вас.